Голосовать, кто за то, чтобы в 16 часов 28 сентября 2012 года провести собрание Общественной палаты Новгородской области. Подождите, я комментарий сделаю по поводу рекламы этой Общественной палаты. Все-таки давайте соблюдать документы, которые принят в Общественной палате. На 16 часов. Запишите, пожалуйста, вопрос. Я бы хотела обратить внимание, да, и... Порой вопрос. О деятельности рабочей группы по контролю над избирательным процессом. У нас, если не ошибаюсь, должен был этот вопрос обручивать господин Андреан. Скажите, пожалуйста, он не присутствует, да, и не будет ничего не говорить? Андреан, к сожалению, не может присутствовать сегодня. Он позвонил и сообщил, что он, собственно, не берет, и это не в Канске, и не в Общественной палате. Вот, и попросил его вопрос перенести. Поле того, что рабочая группа работает, и все работники материала, и рабочая группа, все размещены на сайте, и сейчас представлены членом сайта. То есть, если кого-то интересует этот вопрос, то, значит, кто-то с ним познакомится, и если есть какие-то предложения, то можно обращаться к членам рабочей группы и вопросам сайта. Ну, я 8 сентября присутствовал на этом мероприятии. В двух словах, если кому интересно прокомментируют, а кому не было. Все были, а все, тогда вопросов нет. Вопрос такой, извините, вмешаясь, просто дату определили собрание. Все остальные вопросы по собранию, все дату шли в сторону. То есть, по повестке дня общего собрания остановиться. Я буду продолжать, извините, за решать. Ну, давайте, да, давайте. Вопросов нет по повестке, по регламенту. Значит, что у меня есть в раздатке сегодняшней? У кого еще раздатка такая есть? Всех членов Совета Общественной Палаты Новгородского области. Это что за новость? Значит, первым вопросом в повестке дня. А все ознакомились, нет? Продолжаем. Ознакомились? Я ознакомилась. Я в Общественной Совете не ознакомилась с повесткой дня. Значит, у меня учительный, что нет. А членов Совета Общественной Палаты, общественной комиссии, полководства. Есть среди тех, кто ознакомился с повесткой дня. Я, Владимир, мне кажется, надо прекратиться. Да, я думаю. Есть у кого-то какие-то дополнения и предложения? А я с повесткой дня дайте, пожалуйста. Что с проблемой-то? Все это знакомы? Теперь мы, пожалуйста. Давайте, первый вопрос. Я не вижу смысла. Здесь все доступно и понятно. В части обновлений в реализации программы по поддержке СОНКО. Региональный этап конкурса задействия. Здесь все понятно. Второй вопрос общего собрания. Подведение промежуточных итогов работы УКНО за 2012 год. Это, в общем-то, понятно. Председатели комиссии УКНО уже начинают по чеклановичку отчитываться за свою работу. И понятно, что мы начинаем это делать уже сегодня, чтобы не опоздать с нашим планом. И подвести итоги и сделать итоговый документ по итогам года не в марте, апреле, июне. А сделать его уже к январю месяце, как это положено. Значит, третий вопрос, вытекающий из того, подготовка доглада о создании гражданского общества. Мы создаем уже в сентябре с вами рабочую группу. Вы хотя бы как-то понимаете, это состояние гражданского общества или создание? Состояние гражданского общества. Вы уже не создаёте? Значит, и четвёртое. Планирование деятельности УКНО на 2013 год. В общем, второй и четвёртый вопрос очень честно с другим связан. Я очень рад, что вы там выдумывали себе себе затрагивание этих вопросов. И не переносим вот на декабрь, на праздник, на декабрь. Есть ли какие-то ещё выложения по подвеске дня? Потому что это непротивственно ни законам общественной палаты, ни граммам общественной палаты. И принимать такое решение, акцент общественной палаты нарушил права только моей, и причина от нашей комиссии. Совершенно нечистое лучше. Второе. По поводу решения меня права служить. В пункте этики члена общественной палаты учёстся прописаны основания, по которым может быть, может быть, члена общественная палата решено право внести. Ни одной из этих оснований, вот нет, и не может быть объявлено ни к членам общественной палаты, и совершенно не решение, которое было принято Советом, оно не приняло. Потому что если вы посмотрите в эту цепь, то вы увидите, что членам общественной палаты не может заниматься политической реализацией, за какую-либо политическую партию, ещё там что-то такое. Тут я вам ответственно говорю, потому что ни один член член члены общественной палаты на комиссии не занимался политической реализацией и пропагандой. Вот и всё. На каком основании вы принимаете такие решения, мне совершенно непонятно. Какой источник информации вы используете? Это второе. Ну и третье моменты, да, там ещё какое-то решение. Расследование. Моей деятельности с членом общественной палаты, вот вы, да? Для милости, расцветывать мою деятельность. Какие у вас положения, для того, чтобы... Нет, давайте, конечно, поднимем протокол, давайте поднимем. Протокол, давайте поднимем. Как же мне нравится, когда вы на это делаете? Нет, да, да. Значит, я не знаю, что вы не имеете в виду, а подожди, я не запомнился. Я не запомнился. Заканчивай. Да, я не запомнился. Затать рабочую группу по вопросу с обретением кодекса этики и законности под руководством Веселева и провести проверку по фактам незаконной деятельности председателя комитии ОКНО в развитии гражданского общества. Это что такое за незаконная деятельность председателя комитии ОКНО в развитии гражданского общества? Это что за расследование, которое у нас общественная палата проводит в отношении членов? Какая незаконная деятельность? Незаконная деятельность, только для него. Ирина Семеновна, что разговор не перерос в смысле, что я ходлю к кому-то, вас перебили, мы вас, ваш вопрос до конца не раскрыли, ваш вопрос. Вас устраивает по вашему вопросу то, что мы приняли, мы будем отчеты голосовать или не будем, потому что быстро мы перехватили инициативу, мы не закончили вопрос. Так кого мы приглашаем сегодня? Нет, давайте просто... Так он нормальный, что это будет, рабочий стол, готовый стол, это... Нет, надо нам уже... Мы закончим, да, и перейдем к следующему вопросу, который мы с вами... У нас следующего собрания темы... У нас общего собрания, да, но не в целом, не в целом, не в целом теме. Я считаю, что надо, чтобы общественная палата, чтобы круг людей наиболее больше знал, не наш внутренний. А почему не круглый стол? Почему мы это... Нет, давайте... Мы начнем на все собрания, где, как верно заметили, у нас и так затягивается решение всех вопросов. Нет, просто не на это... А потом все равно надо вынести больше решения общественной палаты, что есть, какое наше мнение? Ну, мнение мы можем на круглом столе высказать. Нет, но его надо как-то довезти куда-то, через общественную палату. Круглый стол. На круглый стол мы можем пригласить всех членов. Кого-то попросту приводит, всех членов общественной палаты, кому это интересно. Проводим круглый стол. Ниндиктор, наверное, возможно провести этот круглый стол. То есть вы принимаете решение, не прогнозируясь, да? Да. 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 Ну да. Проводим круглый стол. Ну да. Проводим круглый стол. Да. В октябре, да. В октябре, да, пройдут выборные процессы у нас с вами. Там еще, я уверен, что много других появится. Все-таки информация, ты главный титул. Да. Да, давай. Прошу минуточку. Внимание просто. По взаимодействию с общественной палатой Российской Федерации. Есть информация большая. Это разная, да? Значит, что касается семинаров, которые проводит общественная палата Российской Федерации. По нашей заявке и по тем темам, которые были предложены, у нас еще в плане остались два семинара. По последним сообщениям из курирующего нам отдела общественной палаты Российской Федерации, семинары здесь состоятся только в следующем году. То есть уже в этом году мы проекте семинары проводятся.